Всем привет, подписчики UwebDesign, меня зовут Александр Гончаров. А меня Никита Тарасов, привет всем. В сегодняшнем подкасте стартап-фреймворк для WordPress. Китай заблокировал Инстаграм. Слухи про WordPress 4.1 и не только. Погнали. UwebDesign. Твой лучший друг в мире веб-дизайна и разработки. Да, начинаем подробнее о том, о чем уже сказали. Кстати, дизайн-мода выпустили темы для WordPress, основанную на своем популярном стартап-фреймворк. И здесь, казалось бы, возникает вопрос, почему они этого не сделали сразу. Ну, видимо, чтобы две кассы собрать. Ну и в конце концов, наверное, не всем нужна тема-фреймворк для WordPress. Но я так понимаю, когда я первый раз это увидел, я подумал, что это будет такая обычная тема с билдером, каких много на Team Forest, ну, их там, они стоят 55-60 долларов, и в них можно полностью все страницы кастомить так, как вам удобно. Посмотрел лендинг, здесь практически заново лендинг стартап-фреймворка нам сказали, и сказали о том, что много блоков есть, разные вещи на них можно делать, и да. Try a new way to create. А сколько стоит новое-то вот это? Вот давай, сразу к цене, да, ты решил? Да. Одна лицензия 149, 3249 и 5349. Довольно-таки дорого для вот таких вот тем, я уже сказал, там, бесплатный, ну, free license, что-то 55 долларов, там, commercial, хрен какая, если вы хотите это перепродавать, но никто это все равно так не покупает. Короче говоря, drag and drop, visual editor, я решил посмотреть демо, и по демо, на самом деле, они здесь заставляют ввести свою почту, чтобы прислать демо. Я продался, поэтому, да. Вот так выглядит демка, здесь типа WordPress, то есть прям нас погружают с головой, здесь какие-то... Фиолетовый цвет, вот этот. Google material design полный, да. Здесь вот, ну, на самом деле, вот непонятно, что с этим маленьким видео, я понимаю, что это как бы, ну, придирки и придирки. Тут какой-то фуллскрин запустился даже. Суть в том, что мы видим просто классические блоки с дизайн-модовского стартап-фреймворка, но если мы нажмем edit page, то нам смоделирует визуальный редактор, который вот уникален для вот этой темы. То есть здесь можно накидывать те самые блоки, которые мы уже видели в стартап-фреймворке. То есть вот так, если я его перенесу, он здесь подгрузится, и я могу менять все, что здесь есть, то есть тут другую... Яркость, цвет, да? Другую картиночку даже залить. Картиночку даже. Сейчас посмотрим, как это будет. Там ссылку какую-то даже, может. Тут Gulp Foundation, да, ссылку, куда ведет этот логотип, видимо, не только на главную можно. Ну, короче говоря, все можно кастомить, несколько слайдов добавлять. И это, наверное, будет таким большим подспорьем для домохозяек, которые хотели сделать себе лендинг на WordPress. И вот почему. Я не нашел здесь ни одного блока, который отвечает за вывод постов и вообще за что-нибудь, связанное с обычным функционалом WordPress. То есть здесь эта тема, это тема для создания лендингов на WordPress. Но тогда возникает вопрос, зачем вам WordPress для создания этого лендинга? Потому что если я просто перейду вот здесь в админку, то мы видим, что это кастом пост тип стартап фреймворк пейджи, которые могут ссылаться там друг на друга, подгружать. Но вот непосредственно посты, вот Hello World там и так далее, непонятно, как их подгружать на эти страницы. То есть, ну... То есть блог я не могу сделать, получается, на стартап фреймворке себе? Ни в какую, только лендинг. Ты можешь сделать рекламу того, что ты будешь делать блоги, но на чем-то другом. Ну, то есть это... И ссылку на нормальный WordPress уже на нормальную тему. И ссылку уже непосредственно на хороший сайт. Вот. Ну, то есть, наверное, я бы предпочел использовать какие-то более проверенные решения для таких вот Ultimate WordPress тем. Например, это не рекламная, это просто так, это не то. DV WordPress Theme, который, ну, вот просто тут куча всего. Сразу скажу цену там, я даже не помню, сколько цена. Ну, короче говоря, там что-то типа 100 баксов за все темы. Ну, вот, даже 69. И в ней вообще все. Там вот красивый билдер, встроенный именно в админку WordPress. То есть, это не что-то стендалон такое. Это прям вот в инфраструктуре WordPress это удобно, понятно. И не сбивает с толку уже существующих пользователей WordPress. А если дизайн-мода хотели привлечь каких-то новых пользователей в WordPress, то непонятно, зачем это делать, настолько выдернуто из контекста самого дэшборда. Ну, пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Я вот не совсем понимаю, как это. Ну, и самое главное, я не понимаю, почему они не сделали вот этот свой лендинг адаптивным. Но это, по-моему, полная отстой. Я не представляю, зачем это так. Это равно тому фейлу, который был у iThemes, который продает супер-секьюрити плагин для WordPress. И у них же у самих угнали базу пользователей. Все пароли хранились в обычном plain text. Как это по-русски? В текстовике. Ну, короче говоря, в незашифрованном виде были пароли. Но зато ребята продают плагин про безопасность. Книжечку тут. Ну, книжечка не про безопасность. Но, тем не менее. Вот это примерно такой же фейл вот с этой вот неадаптивной страницей. Но это, конечно, придирки. Если вы прям такой уж сильный фанат дизайн-мода, то, наверное, вы попробуете как-то что-то это. Но можете тоже посмотреть демку. Но меня не впечатлило. Я как бы, как бы сказать, ортодоксальный пользователь WordPress. И я бы предпочел какими-то более нативными штуками пользоваться. В общем, наш вердикт. Пользуйтесь нормальными темами ThemeForced. Ну, или вот тут ElegantThemes. Есть свои решения. TeslaThemes там, которые не на ThemeForce. Но это просто нормальные темы для WordPress. Все. Ну, следующая наша новость о том, что CodePen... Все знают, что CodePen это как бы такой сервис для небольших набросков кода, чтобы можно было что-то накидать и уже непосредственно кому-то показать, продемонстрировать там или просто попробовать себя. Да, ну здесь Крис рекламирует свой CodePen Pro. Это типа для учителей. То есть учитель открывает CodePen для совместного доступа, ученики что-то там вместе меняют, смотрят. То есть это не только показать, но тут даже для обучения кто-то умудряется использовать. Ну, он, в общем, сейчас умудряется это везде запихнуть, чтобы это было CodePen вообще для всей жизни. Ну вот, и мы смотрим CodePen блог, и там новость практически вот от 27 сентября, что они сделали вот в этих небольших ячейках, где мы пишем HTML, CSS и JavaScript, они наконец-то стали респонсивны. То есть их можно хоть как сдвигать, выключать, потому что раньше нельзя было это ничего делать, и до определенного уровня сдвигались. Да, и до определенного уровня выключались, все равно маленькие такие зазорчики оставались. Сейчас вообще все, с телефона зашел, быстренько JS написал свой, закинул, и все удобно вообще. И люди-то на самом деле вау, эффект. Никто не комментирует. Ну, в общем, нам-то очень нравится CodePen, мы всегда только на нем пишем, чтобы вот кто-то что-то из нас на чем-то другом написал, это странно. Поэтому мы за Криса Куэра, чтобы он делал, дальше продвигал, чтобы CodePen рос больше всего. Тем более в CodePen недавно поддержку Сьюзи добавили, смотрите наш видос про Сьюзи. Да, и напишите что-нибудь на CodePen. Да, ну и на самом деле, когда у нас в паблике очень часто спрашивают помощи, и просто помогите сделать слайдер, у меня там какой-нибудь класс не работает, ну сделайте вы какой-нибудь набросок на CodePen, чтобы людям просто банально быстрее было вам помочь. То есть на самом деле много людей хотели бы как-то по-быстрому помочь, но пока максимум кто-то зипник кидает. Ну зачем нам ваш зипник, мало ли, что вы нам там кинули. И, ну, как бы, просто уважайте других людей, пользуйтесь CodePen. Да, да, да. Тревожные новости из Китая пришли сегодня утром, потому что правительство заблокировало... Это что? Инстаграм, да. Из-за того, что в Гонконге сейчас массовые выступления, митинги против... А я не помню, за демократизацию Гонконга, насколько я помню, что-то подобное, несмотря на то, что у них там уже отдельная зона свободной торговли и вообще... Через Инстаграм собирали людей, показывали, что много людей. Полтора удальциллиона вышло на митинги, да. Прямо как на Марш Мира последний. И всё, не будет теперь фоток еды, котов и прочего. В Гонконг... А, вообще китайских не будет. Да, да. Это именно на Мейнленд Чайна. То есть в Гонконге-то Инстаграм остался, но теперь чуваки в Китае не могут узнать правду о событиях в Гонконге, потому что, ну... Как они там собак жрут. Да, да. Ну просто они даже в аналоге Твиттера своего, я не знаю, тут в этом новости есть, я в Твиттере читал. Да, вот. Хэштег Occupy Central. Это заблокировали даже в аналоге Твиттера, какой-то там... Да, то есть прям всё, они уже огораживаются от этих и далее идём. Ну, зато мы-то можем смотреть Инстаграм, понимаешь? Мы... Самое главное, мы можем. И мы здесь что видим? Что началась такая, типа, конференция. С понедельника обещали начать разработку WordPress 4.1, чтобы в декабре был какой-то релиз. И вот мы видим Мэтта Мулин-Вега. Вега. Который, да, основной разработчик WordPress, там, председатель Automatic и прочих там всех open-source и не очень компаний. Вот они обсуждают, что там будет. Поли Пламер выложил фотографию с пресс-конференции. А вот китайцы не могут теперь этого посмотреть. Узнать, что WordPress 4.1 обсуждают. И там... Goodbye summer sunshine, meet and weather is knocking. Такое тем более не могут, да. Ну и чё там в WordPress 4.1-то давай? Чё там новинки? А ты... Ты говоришь? Я так говорю? Да, ты говоришь. Я, если честно, не помню, чё там... Ну, там куча всякого. То, что там какой-то вот этот фокус, когда постишь пост. А, фокус-то, это всё... Панелька скроллится вместе за тобой. Хотят это, ну, побольше в дашборд куда-то интегрировать, добавить переводы. То есть, ну, куча всего. Можно посмотреть roadmap. Мультисайт. Мультисайт. Предпросмотр для мультисайтов решили они сделать, да. То есть, если у себя развернул несколько... Ну, то есть, мультисайт, несколько сайтов. Да, можно, видимо, предпросматривать, какие варианты у каждого из них. То есть, тут на самом деле... И 4.1 нам когда же обещают? Я забыл. Чё-то в декабре. В декабре, да. Мы в прошлом подкасте говорили про вот тему 2015. Да, 2015, да, это тоже одно из таких. Вот, она будет тоже в декабре вместе с 4.1. Одна из Core Fitch, которые будут. Ну, и... Давай к нашим новостям, в смысле, российским. Вот на блоге Яндекса вышла недавно статья. Ну, в смысле, не статья, а пост. О том, что они переделывают и улучшают Яндекс.Музыку сервис. И о том, что они очень много музыки, оказывается, туда загружают. Я-то думал просто. Я вот зашёл и думал, я сейчас наберу самого популярного какого-нибудь, не знаю, Леди Гагу наберу, и её уже не будет там, допустим, ну, в списке. Но я набираю, и не только Леди Гага, а вот вообще реально десятки тысяч. Вот как тут написано, они загружают. Три тысяч миллиона. Да, да, да. Вот, поэтому... Я не знаю, китайцы, кстати, могут пользоваться таким сервисом или нет? Ну, из Китая, да, приходят новости, что Яндекс, все сервисы Яндекса пока работают. То есть там Google, Twitter, Facebook, это всё нет, а Яндекс пока нет. Могут музыку слушать, то есть... Ну, давай откроем прям Яндекс.Музыку и вот покажем, что здесь, во-первых, есть рекомендации на вашу музыку, которую вы слушали. Павел Воля. Павел Воля, братья Грин, без билета мы слушаем такую музыку, и нам в основном такое и предлагают. Вот. Можно просто добавлять себе в плейлисты, я вот насколько помню, оно у тебя будет всё там на главное. Вот, допустим, давай Павла Воля добавим к нам. Ну, в общем, тут сердечко. Ну, вот расшарить можно всё, можно по жанрам искать. Нет, на самом деле просто можно слушать. Можно слушать. То есть самое главное, не знаю, у нас сейчас будет писаться или нет, но у нас включилось. Вот у нас наша Раша 2 пошла. Я не знаю, мне кажется. Короче говоря, можно бесплатно слушать музыку на Яндекс.Музыке. Её много, её много, да, её много. И просто, ну, сели в онлайне, все, кто за ноутбуками, просто сели, открыли Яндекс.Музыку и бесплатно послушали вот какой-нибудь, даже X-Core, например, какой-нибудь жёсткий дефстеп, который его нигде не найдёшь, кроме Саундклауда, вот он на Яндекс.Музыке есть. Вот. Ну, конечно, эти треки все есть на iTunes, но если вы не хотите покупать, то можно и бесплатно послушать. Я надеюсь, они здесь покупку тоже привяжут вскоре, потому что в противном случае непонятно, чей трафик они воруют. Возможно, ВКонтакте. Если они сделали приложение Яндекс.Музыка, точнее, собираются, то, наверное, они какой-то трафик ВКонтакте уведут, но, может быть, это какой-то аналог Last.FM собираются сделать. То есть, если он по моим предпочтениям мне предлагает там дальше чё-то и как-то это, то, скорее всего, потом вот дашборд Яндекс.Музыки, это будет... О, Господи. Дашборд Яндекс.Музыки, это будет такой прям хаб для обмена там и так далее. То есть, прям можно будет всё новое узнавать только здесь, хотя, ну, я не представляю, как с iTunes это будет соперничать, но будем ждать. Вчера ДДОС-атака была на Телеграм. Я не знаю, чем вы пользуетесь. Пишите в комментариях, какими мессенджерами пользуетесь. Я вангую, что будет в основном WhatsApp. Но для тех, кто пользуется Телеграмом, могли заметить, вот мы с Никитой между нашими какими-то... Да мы вообще для личных целей мы пользуемся Телеграмом, и мы заметили вчера, что был постоянно то коннектинг, то апдейтинг. Я вот хотел какой-то пресс-релиз найти, но у Телеграма, похоже, нет блога. У них на сайте там только какая-то обычная информация. Ну вот ДДОС-атака была, и Дуров даже, Паша, написал у себя в Твиттере, что never seen such a massive DDoS-attack like we're having today at Telegram. То есть, ну... Some nasty ones in my days. Да, короче говоря, прям сильно его додосили вчера. Видимо, Facebook... Самого Дурова. Да, я бы вот уже додосил. В общем, суть в том, что, видимо, Facebook не дают покоя лавры. После того, как он WhatsApp купил, он, наверное, бы хотел, чтобы не было никаких конкурентов нигде и никогда. А может быть, просто там Телеграм исламское государство поддерживает. Мы же не знаем, что у них там внутри. Это какие-то внутренние ДДОС-атаки, но тем не менее это прям даже как-то неожиданно было. Ну и уже к нашим, совсем к нашим новостям. Мы наконец-то появились в iTunes, и у нас есть подкасты теперь. Кстати, нас очень легко найти. Вот вы заходите в iTunes, заходите в подкасты, выбираете категорию технологии. Вот. И мы уже там практически новинки, рекомендации. А, новые интересные мы теперь там. И мы там оп, и вот YouWebDesign. И там мы уже загрузили даже про Сьюзи. Да, этот подкаст тоже сразу же появится там. Ставьте нам рейтинги, пишите отзывы. Прям я вас прошу. Пять звёздочек пишите. Чтобы мы побыстрее поднялись в какие-то более осязаемые топы и могли дальше вас радовать. Не знаю чем. На чёрном фоне, потому что видео. Клин лирикс. Да. Не ругаемся в нашем подкасте. Да-да-да. Поэтому всё, мы там есть, и мы там будем теперь. Да, вы давно нас просили, и теперь вот. Теперь мы там, да. И что самое важное, каждый, каждый, каждый подкаст будет сопровождаться теперь постом в блоге на YouWebDesign.ru. Ну, то есть это необходимость для того, чтобы закинуть это всё в фида iTunes. И читайте нас там. То есть какие-то пояснительные вещи здесь будут тоже записаны. То есть про Сьюзи я непосредственно в самом подкасте много говорил. И после этого написал этот пост с ответами на некоторые комментарии на YouTube. Тут дополнения какие-то. Ну, и здесь же похожие записи. В общем, на сайте тоже смотрите. Там будет круто. Там будет появляться всё. Как только там подкаст, сразу там же и пост. В общем, всё вместе. Да, есть такой тег. В общем, мы ещё хотели вам показать. Спасибо огромное за то, что вы в течение всего вот времени при провождении в паблике предлагаете нам новости на разные темы. Но вы можете, я знаю, вы можете и больше. И для того, чтобы как-то просветить. Вдруг кто-то не знает, как это делается. Я попробую тоже сейчас предложить. Меня тут временно разжаловали из руководителей. Ну, как временно. Ну, да. Я вам предложу сейчас что-нибудь. Вдруг меня Никита потом это опрувнит. Шутка-вспышка. Вот так просто загружаете картинку, предлагаете её, пишите какой-нибудь комментарий. Кстати, если вы предлагаете какую-нибудь новость, именно, ну, какую-нибудь там новость по веб-дизайну, то постарайтесь оформить чуть-чуть получше пост, чтобы мы его прям сразу, даже без корректировки... Ну, мы, конечно, всё равно скорректируем, потому что это наша работа. Да, но вы просто хотя бы картинку загрузите какую-нибудь, потому что прям картинки — это основа. Да, картинки — главное, потому что это будет притягивать к вашему посту всё равно аудиторию. Вот, Саня предложил. Я его сейчас назначу руководителем, он может её опубликовать. Сейчас. Тебя модератором, редактором или администратором? Мне максимальные полномочия, пожалуйста. Максимайз. Всё. Всё, я обновляю страничку. И есть предлагаемые новости. То есть нам тут всякое предлагают, на самом деле. Такое мы, скорее всего, не будем публиковать, потому что мы практически уже СМИ у нас матами. Да, к сожалению, с матами не будем публиковать просто... Вы точечками хотя бы заделывайте это как-то, и тогда будет смешно. Да, просто чтобы какая-то была грань некая. Не то, что мы сами там или там, ну, совсем там не будем как бы какие-то такие вещи публиковать, а просто, что... Ну, чтобы, в общем, репутация наша тоже не сильно страдала от этого. Да, сейчас. Вот так происходит планирование в паблике всякого. Поставил на 22. Да, действительно. Почему бы и нет? Сейчас в отложенных посмотрим, что у нас тут. Здесь, кстати, будет подкаст. Так, нет, не надо бы это редактировать, просто здесь добавим тег, чтобы удобнее было потом искать. Короче говоря, спасибо вам большое за содействие в участии, в создании контента. И да, я думаю, на сегодня у нас всё. Подписывайтесь на канал на YouTube, на группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш Twitter. Теперь подписывайтесь на iTunes, пожалуйста, ставьте звёзды, пишите обзоры и рассказывайте друзьям. Да, всё будет в описании, все ссылки приложим, поэтому всё удобно. Ну, описание на YouTube, на iTunes особо нельзя писать, описание, к сожалению. Но да. Ну, всем пока. Всем удачного дня. Субтитры сделал DimaTorzok